Только мы понимаем, каким образом мы здесь и сейчас будем учить этих троих людей, да? То есть можно дать наставника, предположим, если он у вас есть. Колчера? Мы сказали, проблем нет. Да, хотите, да, можно колчера. Итак, предлагаю голосование, да? Вы записаны, вы... Причем, это записаны. Да. Вот поправочка, систематическое, системное так организование, практическое задание будет системным, чтобы это было системным. Когда он работать будет? Будет. Хорошо. В вашей команды? Можно принимать решение, я это считаю. Причем я даже не наставничный, у меня наставничный со стороны начальника цеха, и закрепить именно этого старшего пастера за этим начальником цеха, чтобы он по месяцу они вместе ходили, спали, ночевали, ели и так далее. Сейчас мы в этом конце будем уговаривать начальника цеха именно это делать. Это сработает. Да, да, да. У нас еще тут одно задание, и потом мы будем уговаривать начальника цеха. Вот будет начальник цеха, вы будете его уговаривать. Хорошо. Где ваша леди и какую вы принимаете? Ваши записанные. Записанные, да? То есть оставляем письменные, практические задания. То есть письменные это мини-проект, который просто про писан, да? А потом мы будем презентовать потом еще и презентацию добавить. Смотрите, вот у вас есть репертуар, который вы предлагаете. Что в совокупности у нас получается, да? Поблагодарим Александру? Конечно, пожалуйста. Да, Александру, спасибо. Итак, что у нас получается в итоге от АДУЯ? Мы решили, что мы берем тренинг один, стоимость... Кто-то можно в калькуляторе считать стоимость нашего обучения, да? С которым мы сидим? А у нас читаем. Финансистов. Итак, мы приняли решение. Тренинг 3000 гривен плюс 300. 300, да, плюс упущенная выгода. 300 гривен. Одна книга, это 3600. Да, 300 плюс 300 плюс 300, да? Готово. Плюс 10 тысяч. Плюс 10 тысяч. Плюс упущенная выгода. Это вместе. А, все вместе. Плюс 10 тысяч, да? У нас экономили. А у меня бесплатно. Вот, ребята, вы поработали хорошо. Вот, понимаете? Вот, и даже вопросов нельзя задать. То есть, сразу все согласились, как только отсутствие. Итого, сколько получилось у нас? 15-13. 13-16. Пожалуйста, еще вопрос. Значит, письменные задания. А кто их будет читать? Проверить тренинг, 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 тренинг. Соответственно, время тренинг, да, время тренинг. То есть, я думаю, если... Да, вопрос. Кто же будет ставить задачу, да, для письменных журналов? Кто будет проверять, оценивать? Да, да. Допустим, за каждую письменную работу нужно заплатить тренеру за обратную связь и за оценку, да, допустим, 130 гривен. Да, 130 гривен. Считаем, ну, умножаем на 3 письменные работы, 393 гривен. 393 гривен. Ничего добавки в общую проверку. 14 тысяч. 14 тысяч. 14 тысяч. По времени. Сколько нам нужно? Считаем теперь время. По времени, да. Один день. Два дня. Два. И не до пола времени все с собой. Почему два дня? У нас один день. Ну, я имею в виду час. Один. А, один, два. И здесь один день не пишет им. Про этот, наверное, несколько дней у письменной заданий. Часов 16-20. Часов 16-20, да. Это, опять же, опять критерии, это не рабочее время, там рабочее. А здесь личное время, понимаете? То есть, мотив, пара уже должен быть и там. То есть, возвращаемся к тому мастер-классу, да, в котором вы присутствовали. О мотивации. То есть, о чем вы должны поработать. Первое. Естественно, тут мы все загоним их на тренинг, потому что это рабочее время, да. То есть, здесь мотивация одна, в принципе, им все равно будет... Закончить все вовремя. Мотивация, как вы показываете практика, закончить вовремя. Да. Да, закончить вовремя. И факт достигнуть 50% понимания, что если человек придет с ожиданиями и способностями, здесь тоже смотивировать вам нужно на поездку, а выпить, да, чтобы все 80% вы достигли, да, сочетание мотивации с 80% и, естественно, самое не такое, скажем так, тяжело мотивируемое, да, тяжело экономное, но тяжело мотивируемое, это, естественно, выполнение проектов. Я вам хочу сказать, это самое сложное. Вот из всех трех этапов, вот это самое сложное, потому что он остается один на один, да, если здесь вы предлагаете постоянно его будут подкачивать, да, здесь тоже эмоционально будут поддерживать, то здесь он один на один со своей проблемой. Почему? Почему? А у него украшения. Вот разный, что украшения у нас остается, да. То есть вы должны понимать, чтобы вы один на один здесь не оставляли и обязательно был куратор. То есть вот давайте допишем сразу же наличие куратора. Все. Я предлагаю, по этому этапу мы закончили, логика понятна, хотя бы контур обозначили, да. Какой результат вы получили? Мы говорили, что мы вам даем навыки или умения, да, это не навыки, это умения мы вам дали, да. Выбора. Вы получили эти навыки или то, чем менее, или не получили? Ваше мнение на этом этапе? Да. Что нового вы узнали? Что будете применять? Они всегда тоже дешевле. Это один момент, да. Но здесь вот сложности вам в конце будет нашего мастер-класса, вы должны будете продать. И вот это же обосновать надо, если это дороже. Вы же понимаете, все деньгами считают, деньги считают. Есть такое понятие долларизации предложения. Вы должны доказать или продать ваше предложение. Показать ценность, которую получит взамен вот этих денег компания. И получили... Ну, что делать, что делать, что делать, что делать. Есть задание. Это учеба, это как начать учиться, учиться. Можно посчитать, прежде чем звать, у кого девчонка сказать. Да, мы теряем время, собираем, и ты получишь. Да, да, да. Это вы сейчас поняли, да? То есть мы вам занесли эту информацию. На учебе, у нас это значение были, как вы получили. На что большее? Да не просто вы выбираем, мы выбираем через что-то, да? Через цели, через цели и критерии эффективности того метода, который нам позволит достичь этих целей. А у вас какие практические результаты после того, как меня задали? Просто, вы знаете, то, что мы сейчас рассмотрели реально на практике, что на практике реально может применяться из приложения? И я немножко не понимаю, вот как доказать, да? Вот как можно доказать руководителю тот или иной вариант, допустим, альтернативный? И на что он будет упираться, этот руководитель? Как? Как я ему буду доказывать? Если он даже не знает, какие результаты будут, рекомендации какие-то, может быть, будут условия? Подождите, на предыдущем мастер-классе мы же согласовывали цели. Сначала первое, нужно донести цели, согласовать цель с тем лицом, который принимает. Мы закончили передыдущий мастер-класс, мы закончили тем, что были переговоры HR, как мы закончим этот мастер-класс, переговоры HR о том, что они идут к директору и говорят, что ваша бизнес-проблема, ваша бизнес-цель по причине того, что персонал ставит учебные цели, поэтому мы предлагаем такую-то программу для таких-то людей. И мы говорим, что они цели будут такие действиями. И отвечают вот такими-то действиями. Понимаете? Вот потому они уже аргументированы. То есть мы не начали так. Сейчас мы на середине пуди. Вот то, о чем вы сказали, было прописано самого... Мы вернулись опять к тому, что мы сначала разговариваем категориями бизнес-результатов и бизнес-проблем. Ты не можешь прийти и просто сгадать. Вот, идем на тренинг. До этого еще должны быть вот эти все таблицы, которые вам даны заранее. Это какой-то уже четвертый и пятый шаг. Да, диагностика. Сначала должна быть диагностика, которая вам нужна. На дому вообще авторитет у нас получается. То есть мы это все должны проработать. Даже хорошо, если у человека опыт есть всего этого дела. Потому что если у человека нет опыта, и он будет что-то там предлагать. Это, знаете, рулевка, да? Да. Вот поэтому Антина Владимировна в самом начале рассказывала о вашей компетентности как пич-ар. Первое – это умение диагностировать бизнес-проблемы. Вы должны помогать видеть и вашим заинтересованным лицам, директорам и начальникам цеха, кто умеет, компетенция. Вторая компетенция – умение ставить учебные цели и подбирать программы, и понимать, кого мы учим и чего учим. И сейчас новая, да, составляющая. Каким образом мы учим, да, через какие формы обучения, может, их миллион. Я прошу прощения, то есть какие компетенции? Компетенции, насколько я понимаю, это мое личное мнение, но, в принципе, я думаю, совпадает с мнением экспертов, которых я видела, слышала и так далее. То есть вы должны быть не просто функциональными менеджерами или исполнителями, которые выполняют функцию. Вы должны обладать знаниями и навыками бизнес-консультанта. Соответственно, вам нужно для этого, в первую очередь, бизнес-образование. В первую очередь вам это надо, которое даст вам эти знания и навыки, вообще понимание, что такое управление бизнесом. Без этого вы просто пустое место, понимаете? У вас нет этих базовых знаний и навыков по управлению. А как же вы будете решать проблемы бизнеса, если у вас этих нет знаний и навыков? Мало того, вам же нужно, вот то, что мы сейчас собираемся, навыки умения решать бизнес-проблемы, вам же надо иметь эти навыки решения бизнес-проблемы. А это приобретается, вот навыки приобретаются теми же письменными работами. Когда вы сами через себя проводите решение бизнес-задачи, соответственно, вы будете тогда понимать... На участке номер два, например, чтобы помочь вместе с начальником теха разобраться, что у него не как. Начинаю тогда с участка, который у него не будет. Хорошо, предлагаю переходить к анализу требований тренеру, определение критериев для выбора тренера. Итак, кто такой бизнес-тренер? Скажите, пожалуйста. У нас тут есть личные тренера. Расскажите, пожалуйста, кто такой тренер и что он должен делать? Тренер, вот лично мое мнение, это человек, который сам постоянно почему-то все время учится. Это человек, который не останавливается на настигах. Подождите, Оксана, компетенциями, рассуждаемые качествами. Учится это, извините, чего? Это компетенция или качество? Ну, хорошо, раз конкретно... Способности к обучению, да? Есть конкретные компетенции тренера, да, вот основные три направления. Это умение работать с содержанием материала, это умение работать с группой и презентационные навыки. Вот это три основные направления, три основные компетенции тренера, они подразбиваются на подкомпетенции, индикаторы и так далее, которые развивает себе тренер. А умение и желание учиться, это уже личностная характеристика тренера. То есть мы остановимся на том, что помимо компетенции, тренер должен обладать своими личностными качествами. Итак, это специалист, то есть опять смотрим, что это специалист, да, который вызывается или который приобретается для выполнения той или иной работы, а именно отработками навыков. Сейчас очень модно это будут говорить, эффективные продажи, переговоры, управление времени, управление людьми. Но все это, да, не совсем управленческие навыки, о которых мы говорим глобально. Итак, скажите, пожалуйста, что по вашему мнению? Плохой тренер, тренер, хороший тренер, очень хороший тренер. Скажите, по каким критериям, да, или в каком, по вашему мнению, чем они отличаются? Вот давайте, что такое плохой тренер, кто такой тренер, хороший и очень. То есть какими компетенциями они же должны отличаться? Давайте начнем с очень плохого и очень хорошего, а потом решим, что средний. Нет, 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 ну все, все. В рамках чего мы сейчас, в рамках чего мы любим? Просто тренер. Ну вот это тренер. Или просто... Просто тренер. А что значит в рамках чего? Да. Он может быть хорошо выступить, красиво, всем понравилось. Посмотрите, еще, Сережа. Оксана сказала три группы компетентности должно быть. Еще раз, Оксана, проявление. Управление содержанием, то, что ты говоришь, да, структурирование всей этой информации. Знания сначала. Знания, да. Знания, да. Управление динамикой группы, я всем рассказываю. Управление динамикой группы и презентационной наук. Ну вот три группы, мы их будем рассматривать. Теперь скажите, пожалуйста, чем по этим трем группам отличаются хороший и плохой тренер? Одного и все, у другого нет ничего. Правильно. И что важно для вас в нашей ситуации, по вашему мнению, да? Вот как вы определяете тренера? Вот по вашему... Ну, принимайте решение, да? Если тренер сумеет донести, что донести? Свои знания, да, передать. Первое, знания. Да, первое. Знания. Умение их преподести. Я могу много знать, но я не могу их... Умение презентовать. Умение презентовать. Умение презентовать. Да. А если не знает, он умеет презентовать и умеет управлять группой. Да. Это можно. Это можно. Это все. Главное, все довольны. Но вышли без ничего, да? Без знаний, да? Да. Нет, есть дополнение такое. Дело в том, что когда тренер сосредотачивается только на самом себе, он не может, да, управлять динамикой группы. В такой ситуации его профессиональная позиция падает, потому что он выступает тогда в роли лектора. Не тренера, а лектора. То, что вы сейчас сказали, очень мало для тренеров. А что еще, да? Сказать, мол, нитей. Какие, ну, я из опыта уже чертался, какие получаются штуки. Тренинер не должен, ну, не только должен знать на 100% материал этого тренинга, донести его. Тренинер должен быть из этой сферы. И это должно быть обязательно. А это сейчас при выборе тренеров мало кто учитывает. Это минус тема. В целевой аудитории ты имеешь? Объясняю, что? Когда приезжают товарищи, начинают рассказывать... Когда приезжают товарищи, начинают металлургом. В рамках истерного задания, например, приезжали в предприятие, или даже экономик для металлургов, рассказывает, а он постоянно... А он работал только, извините, с банкировами или с нефтяниками, это уже не тренер. Он ничего металлургом донести не может. Просто все люди говорят, что технологам нужно. Он должен знать все, что творится в металлургии. Начиная в ВНП-5 и заканчивая в ВНП-5. Тогда это тренер. Самое интересное, что технологи бывают не все равно... Так, подождите, мы говорим не о профессиональной компетенции, а о управленческой компетенции. На выходе у нас должно быть что? Навыки, умение применить инструменты управления, но не технологических инструментов. Нет, я говорю о том, а даже примеры, которые приводят люди... Мы сейчас говорим о том, что мы сейчас человека учим менеджерским навыком, общаться с людьми, креативная мысль, ну, образно говоря. Ему приедет какой-то из этих мальчиков, который с офиса, никуда дальше не выходил в цех, чем он нам учить, ничему. То есть, мы говорим не технический знание, а еще практический опыт. И он должен быть очень большим обладать. Это практическая характеристика. То есть, он должен обладать опытом, принятой области, стаж. Стаж, да, да. Все, понял. А это, могу сказать, это очень большая тема, что мы сейчас обладаем стажем. Вот то, что мы под столичьем разговаривали сейчас. Да, смотрите, у нас есть свои варианты формулировок плохого тренера, да? Просто тренера, хорошего тренера. И давайте остановимся на очень хорошем тренере, да? То есть, это то, что мы говорим, что очень хороший тренер показывает хороший результат. Как он измеряется? Достижением учебных результатов аудитории, да? То есть, на выходе наши студенты должны получить тот... Они должны хотеть применить еще формулировок. Да, помимо того, что они должны быть замотивированы в дальнейшем применении. Участники, пройдя такой тренинг, на выходе получают устойчивые навыки, раз. Применяют их в то, что мы говорим, практической деятельности, меняют рабочее поведение. То есть, это настолько такое влияние и мощное оружие тренинг, хороший тренинг, да? Который, в принципе, меняет рабочее поведение. Ведь то есть, говорим, что меняет парадигму мышления. В итоге они начинают показывать лучшие показатели в своей области активности. То есть, это те изменения. То есть, вот это те изменения... Подробит к изменениям. Приходит другой человек. Этот Вася, возвращается другой Вася. А внешне осталось одно. Итак, мы соединили то, что говорили. Знание, да? Определенная харизма, собственные технологии наработки. То есть, умение составлять сценарий, управлять этим. Динамикой. Динамикой группы. И измеримый результат на выходе. То есть, он может быть очень харизматичный. Но если мы не получаем измеримый результат на выходе, то это не очень хороший тренер. Профессиональные характеристики очень хорошего тренера. Откройте, пожалуйста, у вас есть целый перечень, который мы вам предлагаем. Со страницы 1, ой, 1, 23, 24, 25, 26. То есть, профессиональные характеристики. То, о чем говорил Сергей. Управленческий опыт, да? Если мы говорим об управлении. Я не только... Ну, мы же сейчас говорим об управлении. Правильно? Я же о том, что... Какая цель? Какой сфере вообще работает, товарищи? Мы сейчас говорим, что мы развиваем управленческие навыки. А без розы. Но управленческие навыки разные. Управленческие навыки в офисе. Управленческие навыки металлургии. Мы же только изначально начали с того, что менеджеры, но есть менеджеры, они не все, где управляют. Да, мы все равно где управлять. Менеджеру все равно где управлять. Ну, не согласен. Посадите менеджера в церковь совсем по другому бутуправлению, чем будут управлять в офисе. Закон управления одинаково. 110 лет назад придуманы, определены для любого вида бизнеса, для любого вида деятельности одинаково закон управления. Вы не поймете, о чем я говорю. Я говорю о законах, с кем ему придется общаться. С кем ему придется общаться в офисе. Это навыки управления, умение общаться с любыми людьми, умение уйти на тот уровень. Тренер будет без опыта общения в цеху. А как я преподаю тьютерам, являясь корпоративных заказчиков, боков? С кем вы работаете? С боков, мастерами. Мы с мастерами? С мастерами. А как мне приходится вместе с ними проводить все копания простой, аварийные, простой, решать их проблемы, элеваторов и всех этой обогатительной руды, всего технологии? А конечно, а кто же у нас? У нас же производственники. Мы же вам говорили, какие проблемы мы решаем, да, тьютеры наши решают. Именно связаны с производством. Аварийные, простое снижение брака, потребление, экономия, себестоимости и тому подобное. Поэтому тьютеры, которые работают в университете с корпоративными заказчиками, мединвесторами в числе, они работают с мастерами, они работают с другой у них... Со всеми уровнями управления, да. Вы уж любого подряд-фюзера не отправите. Вы выбираете конкретно каких-то, которые будут работать именно с советами с этими водонародниками. Но там не только... Но не знание области, понимаете? А я не говорю, что это только должно быть. Подождите, я не сказал, что это только. Я согласен с теми пунктами, которые только что были у вас на предыдущем слайде. Я сказал, что вот это еще тоже немаловажно. Я же не отрицаю вашу методику и вашу теорию. Нет, согласен. Я уже не согласен. Согласен, Саня Сергеевна. Да, смотрите, управленческий опыт, опыт тренинговой работы немаловажно. Естественно, потому что работа с аудиторией различна. Это навык. Образование немаловажно, да. Навыки диагностики, целополагания, мотивации, коммуникации – это то, о чем мы говорим во время тренинга. Непрерывное профессиональное развитие. Итак, что же вам нужно сделать? У вас есть табличка номер для каждой группы в том же порядке. Определить содержание работы тренера, исходя из выбранных технологий. Страница 22. На странице 22 вы увидели, стоят цели обучения, получения знаний, навыки на учебной ситуации, навыки управления, решения проблем, да. То есть все наши учебные, которые мы только что перечисляли. Под каждой из... мы уже выбрали технологию, да. Здесь тренинг книга, здесь воскресная школа, здесь у нас практически письменные задачи. Теперь, исходя из этого, вы в своих командах должны написать содержание работы тренера. А именно, что он должен уметь делать для того, чтобы через эту выбранную технологию достиг ваш обучающийся вот этого учебного результата. Списка большого. Сначала, что он должен... Да, вы сможете пользоваться списком, собственным опытом, логикой рассуждения, да. Что он должен сначала делать тренер? Какое его содержание, его работы? Провести тренинг, да. Провести воскресную школу, быть куратором, до этого спроектировать. Управлять командной работой. Командной работой. Все, что вы говорили. Уважаемые коллеги, давайте дослушаем гамена. Дальше. Это не все. Страница 28. Переключай. Хороший. Уже подрошу. Страница 28. У вас команда номер 1. 4-1. Определение ключей компетенции для выбранных очных, да. Очные. Давайте мы пойдем к Лене. По-другому, да, я тоже думаю. Я предлагаю, что вот там она работала. С этой работы для них, да. Соответственно, вы подбираете. Что должен делать тренер, да, в рамках выполняемой работы по тренингу, да. И какие его профессиональные должны быть. Вы понимаете в школе, что он должен делать, вы по письменной работе, да, что он должен делать. Сначала содержание работы, что он должен делать, да. А потом уже, а каким он должен быть на входе. Профессиональные компетенции, его профессиональные и личностные характеристики. Да, из перечня, которые есть. Можете сделать какую-то табличку, смотрите. Вот так, чтобы нам было удобно. Значит, здесь мы пишем тренинг, да, одна команда. Пишем, что делать должен. Кстати, рекомендую. При воскресной школе и при тренинге обязательно указать, с каких частей состоит это. 50% презентации, да, 50% активной работы на бизнес-кейсах, допустим, да, или там на чем-то, или на примерах и так далее. А у вас, допустим, 50% или 90% на кейсах, да, тренинг канала, да, 10% на презентации. Научи, три момента другие, научи, понимаете. Да, да, просто мы сейчас соединим и сделаем под конкретно. У вас проведение тренинга, вы так упишите, что он должен делать. В рамках этих целей, да. В рамках целей, да. Цель у вас есть, получение четырех инструментов мотивации через тренинг, да, что он должен сделать, чтобы достичь этой учебной цели, какими профессиональными компетенциями он должен обладать, можете выбирать из того списка и какими личностными, по вашему мнению, тренер должен обладать. У вас все то же самое, только вместо тренинга стоит воскресная школа, а у вас мы должны проектировать, да, организовать, да, организовать. Ну, мы должны сначала что, спроектировать это задание, а потом, соответственно, объяснить, донести, давать консультации, да, давать, проверять, проверять, да, оценивать, да, Ну, то есть, вот это все из этого состоит, да. Этапы, этапы, да. Что это начало решать и что делать. А тарангута выполняется, да, в рамках этой технологии, да. Ну, что он должен делать в рамках этой технологии, да. Итак. И какой он должен быть, с учетом того, что, видите, он должен дать вам навык применейства, это навык решения проблем, обратите внимание, решения проблем на своем бизнес-проблеме. Да, в собственной деятельности. Коллеги, 20 минут вам платят? Да. Да, в собственной деятельности. Нет? А может, в доске, посмотрим. Вы, с ума с ним, принадлежите на пола 4, да, он, на поле сурочек есть, или отнести, это же, или кого-то, что-то ответить. Сначала вы должны написать, что он должен быть. Да. Извините, пожалуйста, делим профессиональные науки, да, компетенции. Но мы можем, которые сами компетенции вы видели, да, то есть за бюджетный день вы выбираете. Личностные характеристики и бюджетные характеристики. Да, я просто не оттуда, как вам это запутает. Ну, вам, вы, все... Два. Два. Давайте два. Два, да. Все, у нас время не мало, пока выбирает. Два. Ограничения двумя компетенциями профессиональными, да, и двумя личностными характеристиками. Мы просто образцы делаем, да, наработки. А что делать 5? Давайте что делать 5? А что делать? Кто делать? Я думаю, что делать 2. Я 2, 2, 3, даже 1. Одна, наверное, да? Давайте не больше 3. Не больше 3. Тогда по каждому 2 должно быть. Да, по каждому 2. А власть в 2. Это тоже. Давайте что делать. Самое главное. Да, самое главное. До 3. Самое важное, что должен делать на тренинге, что должен делать на воспитательной школе, и что должен делать. Я думаю, что он может равниться самым главным по этой технологии, да? Вот если тренинг, то самое главное, что он должен сделать? Проектировать или проектировать? Спасибо. Спасибо. Провести? 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 Очень. Точно. Провести? Спасибо. 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 Ну, спасибо. А зачем? Вот тоже. Ну, не прошу, что я могу, что я могу, что я могу... А, это нужно. А? Акфировать, да? Мы используем технологию обеспечивающих, чтобы обеспечить, чтобы обеспечить в рамках письменной информации. Все китуры от инвестиций должны обладать ими, иначе они получают. Значит, вы понимали, кто такие китуры от инвестиций? Вот, вы понимаете, что вы, да? Ну что? Подписывайтесь. Подписывайтесь. Это книжечка. Это книжечка. Это книжечка. Это книжечка. Это книжечка. Конечно же, книжечка проходит в лидерной ассистанции по презентацию и квалификации у каждой. И на сцене их задержали на мониторе, чтобы не теряли квалификацию. Уважаемые коллеги, у вас что? Навыки применить на учебные ситуации. Навыки решения проблем. Не забывайте об этих целях. В рамках воскресной школы. В рамках воскресной школы. А как в мире? Не, ну здесь всегда есть еще другие. Или вот так? Да. 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 Я выбрала отчетная консультация и наставка. Есть навыки. Ну навыки. И там уже в пункт подруга есть помогает учащихся в своими навыками. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Цель нас обучает, это отработать наук и мы берем управлять собой и мотивировать ее. Про цель мы просто забыли. Это такое для всех, для любого собрания. Тогда я не знаю, что это такое для всех, для любого собрания, для любого собрания. Для всех, для любого собрания. Я считаю, что мы здесь берем пункты, они очень входные. Управляются местной деятельностью. Тут мы и так, которые управляют совместной деятельностью, создают нужные... Ну ладно, ну это практически... Но нужно думать о том, что в принципе мы имеем пункт практически одно и то, что он умеет управлять этой командой, что он умеет мотивировать. Я считаю, что мотивация уже должна входить в умение управлять совместной деятельностью. О том, что управление совместной деятельностью развивает над собой много чего. Организует эффективную коммуникацию. Да, там много там расписано, именно что вы там в управлении совместной деятельностью. Возвлекает обучающиеся, взаимодействие, взаимодействие, взаимодействие. Что такое понятие управления совместной деятельностью? Я считаю, что мотивация уже есть в угоне. Управление совместной деятельностью. Это сопутствующее. Смотивировать это будет идеально. Сначала что сделать? Вначале управлять совместной деятельностью, а потом мотивировать? Она идет вот так, как правая левая рука. Я говорю, не может человек не управлять и мотиваться. Он по-любому будет сюда входить. Который именно это хорошо. Потому что очень много людей поуправляют, но не мотивируют. Мне кажется, не надо управлять. Не может. Нельзя управлять толпой, у которой нет мотивации. Как у наших шахтеров. У всех есть мотивация. Вы же прекрасно знаете. Они с тактолитарными. Есть тактолитарные. Ничего не сделайте. Есть тактолитарные. Есть тактолитарные. Есть тактолитарные. Ваше руководство и демократией вообще не пахнет. Это такое. Почему? Нормально. Потому что привыкли. К такому же приспособить. Сколько раз вы не отвечаете? Я даже не могу. Руководство. 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 Потому что каждый свой стиль лидерства и стиль управления. Так. И мы же обучаем. Наталья. Поэтому когда у меня спрашивают какой стиль хороший. Я говорю. Не можешь. Он такой и такой. Ты или принимаешь. Со всеми вытеканиями. Или не. Ничего. Это очень тяжело. Да. Подождите. Данную компетенцию. Данную компетенцию. Данную компетенцию. Если вы. Соответственно. Человека. Организации. Так вы знаете. Но не омена. Работа. Очень многие подбирают. Соответственно. Организации. Организации. А не работа. Третьей. А вы. Данную компетенцию. Данную компетенцию. Что он может. Увели. Это же. 20-летние. Которые ничем нечем. Нажите на идеи. А вы. А вы. Ни че. А вы. Делаете. Согласно. Третье. Должности. И. Есть поколисть. Для этой работы. И после той работы. Почему? Когда говорят. Как оценить одну организацию? Другой труд. Даже в одной отрасли две организации, два разных руководителей, две разные культуры организации, две разные структуры. Ты там здесь подчинялся, а здесь ты пришел по-другому. Конечно, это все формирует, это как в школе, как бы все в школе, а всегда приходят в чушь-чушь, а школа как бы одна, а приходишь, а не моя школа. Я предлагаю, что на мотивации не осталось, потому что на мотивации ключевых, то есть мотивация в любом случае, нам нужна тренер, который выполнит учебный результат в вашем университете. То есть если он сделает результаты, то он уже в бою бабок и солдат. Мы уже выбрали первую, мы выбрали в программе. Предлагаю пишить плакат. Вторую мотивацию, она выбрала плакат, и сама все. Конечно, вы же сейчас будете слушать, вам просто будет выбрать одного из пятерых тренеров. Так, давайте поднимемся. То есть какую работу вы будете выполнять, да? Первое, определились. Там, где нет, и с вами. Еще что? Разработать, разработать дальше. А потом дальше. Вот это же написано на мотивации, что это он зналой, что он должен что-то делать. Нет, это же компетент. Что он должен делать? Он должен спроектировать, да? Коллеги, вы все написали до трех пунктов, что делать? До трех. До трех. До трех. Что делать? До трех. Можно один, два. Дать обратную. Ну, сопровождение. То есть сопровождение, да? Можно ждать. Убединить. И предоставление письменной обратной связи с комментариями, да? То есть оценку с комментариями можно дать. Не просто почему я получу такой ценности. А почему? А что у него лучше? Да, вот мы должны ждать время, да? Уданная остановка. А что у нас здесь? Вот, давайте подберем компетенции, которые нужны. Для чего? Самая главная работа какая? А чего будет самый наибольший результат или эффект получен? Навыка применения, да? Какую работу мы выполняем? По вашему мнению. Позитивная. Рассказываем. Потому что это просто мы сейчас. Давайте под одну работу выберем тогда профессиональные компетенции, с ними личностные характеристики. Ну и заработать в рамках. Да, да, да. Рассказываем. Ну вот решение вносит про оборудование. Что можно сказать? Рассказываем. А больше результатов. Вы, как вы, скажете, сделала, уже здесь все завершено. Это профессиональная компетенция. То есть это, наверное, самое главное, мне кажется, да? Ну, правда, спроектировать тоже нужно. Нужно отправить в рамках. Да, мы можем подпишись. То есть это для проектирования письменной работы. А вот что? Да. Да. Здесь задержим. Вот, например. Ну, да. Вот, да. Управление металлера, я вот, я вот, я вот, я вот, я вот. Управление металлера, я вот, я вот, я вот, я вот. И подпишись. Да. А? Пишите хотя бы два, если вот, например, что нужно, чтобы управлять групповой динамикой, да, управлять совместной действенностью. Мы понимаем потом, что управлять совместной действенностью это групповое, да? Да. То есть их вот для кисленой работы. Такие образы, которые вы понимаете. Что у вас будет? Может, забирать тренинг, а что-то решает, что-то может быть, если чем-то для жилья. Наверное, он должен навязывать, да, он должен... А сколько мы здесь ограничили? Ограничений. Ограничений. Что немаловажно, потому что здесь не записали, но они очень важны. Что все вы думаете о богате. Да? О богате. Да, да. Да, да. Да, конечно. Да, конечно. Ограничений. Ограничений. Да, конечно. Ограничений. 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 Как в worse? Да. Мivid. Да, конечно, мы должны мотивировать себя, чтобы мы были сопутствовать с управлением заместной деятельностью. Я предлагаю, чтобы был один плакат и второй плакат, да, по шагам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понятно, что программа воскресной школы проектирует конкретные учебные занятия на основе цели. Продолжение следует... 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 Коллеги предлагают ваши плакаты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...